В одну из нарезок лучших поздравлений, лучших кричалок, скороговорок. Не знаю, что хотите говорить, и главное, чтобы рамка приличия была. Ну и как-то так. Да, возможности для реализации безграничны. Да, самые зачетные. Вашего креатива. Самые зачетные мы покажем в эфире. Ну а пока полетел самолет, дорогие друзья. Ну, не сильно он прям отличается радикально от предыдущего. Единственное, что он летит уже не с севера на юг, а наоборот. С юга на север. Через центр карты пролетает легкая диагональ. Из квадрата Пи-Ц, который мы вообще не используем в игре на самом деле. А у нас-то есть квадраты, можно называть их. Квадрат. Что там квадрат? Какой? Ц-Ай. Е-Джи, получается? Или что, ты про какой? Е-Ай, да-да-да. Ну, не самое удобное, скажем так, обозначение. Мне кажется, что с циферками было бы приятнее. Ну да ладно. Есть у нас разлет. Изменили некоторые коллективы свое место в высадке. Ля Кабреро для Натус Винсера. Шиф-Дабл его у нас также. Валли Долмар для себя забирает. Ну и мы видим то, что Энс расплитились. Берут два игрока. Лос-Игас, это диггери и Рустан Мар. И Сквики, Стигзо. Компаунды под Чумасерой для себя забирают. Между Лос-Леонесом и Чумасерой, точнее будет сказать. Пару компов для себя забрали. Ну и автомобили там рядом тоже должны быть. Рейзер Эдж в минус Дженералис. И они сразу же уезжают в сторону Джанк-Ярда. Забирают автомобили. И лутаться уже будут в центре Белого Круга. Парни из Рейзер Эдж. В принципе, решение грамотное. Единственное, что в Джанк-Ярде не так много мест для лута. Возможно, какие-то компаунды еще придется забирать игрокам этого коллектива. Ну, я думаю, парни разберутся. Не первый год играют, собственно. А так, в остальном, вроде все так же у нас прыгнули. Да-да-да, все верно. Единственное, что, ну, Энс, ты отметил, да, Лос-Леонес. Ой, Лос-Игас. И Шев-Дабл-Ю на юге также на старте были. Все остальное, как бы, без изменений. Натус Свинсера в ковре. Как бы своей дефолтной позиции. У нас здесь в темноте Пейдж, в темноте Емпти Васку и Тибун. Замечательные игроки команды Амакен. Были на наших экранах, но мы их не увидели. Это секретные игроки. Ну, и нам показывают, как они лутают сейчас в Чумасеров. Чумасеры – это их спот, который они уже давненько облюбовали. И, как бы, выгнали они отсюда не один турецкий коллектив. Самое интересное, что туркам очень нравятся также эти позиции в свое время. Поэтому здесь была когда-то очень жаркая, горячая битва. Ну, и с новым кругом что у нас? Адепты также потихонечку перетягиваются ближе к центру. Благо, их позиции позволяют. Винстрики могут до последнего находиться в Торо Ахумаде. Как раз-таки вот сейчас на ваших экранах карта. Общая ситуация, тактическая обстановка на экранах. И можно понять, что в ближайшее время ничего сверхъестественного происходить не должно, по крайней мере. Может, что-то и случится из ряда вон выходящее. Но вряд ли это будет что-то связанное с противником. Блейс достаточно быстро, кстати, выезжает. Вот хотелось бы отметить, пока карту нам показывали. И Блейса, и Тигет, два турецких коллектива, очень быстро у нас уже начинают свою ротацию к центру белого круга. А пока смотрим на байстендер. Скрус Девали за ними. И вчетвером они здесь лутаются. Там чуть-чуть бими, по-моему, да? Чуть-чуть дальше от своих тиммейтов. Но это не проблема. Все равно рядом все. Ну и они уже в зоне. Кстати, странно, что Шив Дабл и Эли Захара не забирали, да? Эли Захар сейчас в центре зоны. Ну, Эли Захар опасно. Это не Зина. Ты в него заедешь, и потом к тебе приедут на холмы, позанимают на холмах. Нет, Шив Дабл обычно же лутают Эли Захар. Я об этом. Они рассчитывали на другой круг. Там Фура получил очень много урона. Ноки приезжают к Шиву. Сейчас нужно максимально аккуратно здесь либо проехать, либо принимать драку. Принимают решение все-таки уезжать у нас в Ноки. Правильно делать. С другой стороны, как раз, в противоположке по нему вел огонь Удир. А чатик очень-очень заметили, ребятушки, что зря не высадили ТСМа в квалах. Теперь они вам жизни не дадут. Все верно, все верно. Если не убиваешь ты, убивает тебя, да? Выигрывает противник, если ты даешь слабину. ТСМа молодцы. Они показывают, что они достойны. Да, на Валидоле они проехали все закрытые квалификации. Последним днем все было решено. До этого просто шок, трепет и ужасное состояние у болельщиков. Ну что тебе, СМ? Ну да, с 20-го по 24-е место они там плавали. Они снова адептов. Они снова адептов душат. Они понимают, что это их поинты. И они чувствуют кровь своего противника. Идут на запах. Это просто акула, которая... Да, да, ты посмотри, там Филу уже проседает. Тут же идет информация Варду, что очень все плохо для адептов. Ну и Филу находится внизу. Въезжает Вард. Потому что Вард как будто бы разворачивает даже больше стволы. Пытается занимать противоположный. Перекрестный огонь у нас падает. Фекс. Нужно как-то его прикрывать. Там еще и может упасть. Да, падает еще и Вард. Фура с Филу неплохо поработали. Но Филу, кажется, в ноке. Айра! Айра не был готов! Какая же засада! О-о-о-о-ой! А что такое ТСМ? А тут еще и Тонда выходит со стороны. Это минус ТСМ. Поверили. Поверили, что... Так еще и разрезают Филу. И в итоге просто в ноль выигрывают здесь адепты этот файт. Да, только мы похвалили ТСМов, как вдруг они показывают нам не очень хорошую игру. Точнее, не очень хороший микромомент этот момент пуша адептов. И покидают нас на 16-й позиции во втором розыгрыше. Но пока у нас здесь Team Liquid, который, кстати, не самые быстрые ротации показывают в последнее время. Но, тем не менее, к центру зоны достаточно близко уже подтянулись парни из Team Liquid. Привет! Этигет на ваших экранах ротация. И встречаются они с Blaze. А у нас тем временем Bystanders залутали дропчик. Манки! Liquid въезжают! И посмотри! Ой, как шишеву здесь сложно! Просто налицо! Четыре человека! Четыре игрока команды Team Liquid. А тиммейтов рядом нет. И не стал он даже отступать. Он до последнего грудью встречал оппонента. Но, как говорится, тут его и похоронили. Что поделать, как бы? Нужно уходить. Что и делает у нас Адоузи с тиммейтом. Перетягивается в сторону. Да, перетягивается в низину. Кстати, ну, не самая прям суперская позиция, которую они выбрали. Все-таки внизу в котловане находиться не всегда хочется. Когда вокруг тебя... Ну, надеется, что там сойдет зона. Кстати, есть мотоцикл. Вот, не видели, на чем еще приезжал там Удер, да? Возможно, у него тоже мотоцикл есть. Поэтому, если два мотика есть, то парни нормально себя будут чувствовать потом на переезде. Мне нравится, как, знаешь, как Коптер зовет Удера. Удур. Удур. Да, Удур. Так, переезжают у нас игроки команды Энс. Какой-то скандинавский, наверное, мотив. Да-да-да. Так, поехали у нас Энс по восточной дороге. Поднимается на север. Также через километр от них на юге в отставании Амакины. 2-2 с плитом заезжает. Ну, в принципе, уже в змейку все это превращается. Друг за другом они едут. Шифт-W. Вот сейчас мне напоминает Ната Свинцера. С Синькой заезжает Шифт-W, соответственно, с юга, юга-запада. Посмотрим, как дальше будет их направление меняться или нет. Показывает нам переезд тем временем от Фейс-Клан. Они только-только пересекли Белый Круг и аккуратно будут от края разыгрывать. Дальше посмотрим. Как раз-таки у них на пути наши ребятушки из Нозен Лайдс находятся. А с северо-запада Нави заезжает в Круг вообще без каких-либо проблем. Да, Амакины показывают нам этикетов, которые продолжают воевать, кстати, с Блейз и полазят. Здесь есть Нок, Рипнайн уже рядом, но Хьюз подходит более-менее к компаунду, в котором у нас находятся два игрока Блейз и пытается прикрыть больше. А вот Кудмарка с Форевером уже сюда заезжают и полетит сейчас Хаешка на второй этаж. Вылетает, правда, Хаешка еще и от Рипа, но, по-моему, Лаза сейчас взорвется. Нет, пролетает на первый этаж все-таки Хае, и есть возможность Мид Китс кушать, и будут здесь дефаться как-то Блейз, причем это центральная точка на новой... Да, в новой белой зоне, и Двуизан, конечно, хотелось бы, наверное, сохранить эту позицию. Но тяжело, везде прострел, все прилетает, сами своими смоками закидались, очень сложная. Салон, вот этот салон на самом деле очень классно выглядит. А ты спину, пока липти, бейты, хорошечно, а вы что думали, мы все здесь закрыты? Нет, Хьюз лежит, Нокет добирает Кьюза у нас Липсин, вдвоем уже собрались игроки команды Блейзов с позиции, и как раз-таки через дорогу прилетают флешки, пытаются пропушить наверх, тем временем оставшиеся силы из команды Этигет. По крайней мере, непонятно, что они хотят делать. Код Марко на первом этаже расположился, и остальные немножечко не видно, но там урон по ним прилетает, Блейзи отлично работает, прикрытие для тиммейтов хорошее. Код Марко лохоповый остается, Форевер с Тендерлостом за барной стойкой. А, напитки наливает. Да, теперь остается только напитки-то и наливать. Но смог скоро рассеяться, и Рип-9 здесь не очень хорошо, скорее всего, будет, потому что Тендерлост должен будет его пойти спалить. Полетела здесь флешка. Это смог еще один. Там еще одна флешка есть. Тиммейты. Так, ну что, Липтин будут помогать здесь с апокалипом? Нужно как-то подходить. Там, смотри, там еще Wildcats дистанция работает, поэтому не очень хочется сильно прям подходить без точной инфы. А тиммейты что могут сказать? Ну, они в нас кидают, они где-то внизу, где-то есть. И все, что могут дать, как у инфу Лакза с Рип-9. Поэтому, как бы, вот апокалип берет на себя волевое решение сместиться к дороге, как раз-таки, чтобы понять местоположение противника. Может, уже на внешке есть, знаешь, как бы. Все-таки разыгрывать на хелпу в пуш, а вдруг внешка занята под забором. Там фура падает от Али. Адепты, как говорится, не муть, не домучили вас ТСМ. Пришли наши ребятушки из Торнадо Энннджи, при том, что это возле Элязара. Происходит, все спрыгивает. Ой, Лакза круто делает, на самом деле. И вот теперь все вместе. Они смотрят еще с первого этажа зайти, но решают отойти, что ли? Нет, камп этот отдавать, по-моему, нельзя. Думаешь? Ну, мне кажется, что да, потому что вот сейчас там из Джанк Ярда, как только разберутся Нозенлайт с Тим Ликвид, они в целом могут выйти по этим хайграундам накидывать. Ну ладно, смотрим пока на Торнадо Эннджи, который у нас пуш организует в сторону адептов. Фура по-прежнему в Ноке, и совсем чуть-чуть экзампу не хватило, там пару шажков буквально сделать, чтобы увидеть этот разрез Тонда и Фура. Как же им везет? Как же адептам здесь везет? А Филу, хорошо, Аля увидел. Аля увидел, отлично. Аля увидел, Аля отзвонил, можно подходить. Но Физи падает, Фура. Теперь нужно помогать в обратку. Фура пытается выходить, работать против Экземпла. А где еще? Ой, хорошо, есть Нок. Экземпл с Мелманом здесь все-таки работает. Вуха работает, Филу по Филу сработал. Аля, отлично. Фура с Филу в Ноке, Безди падает от Таба. Тем временем нам показывают, как уходит последний представитель игроков команды адепта в сторону Мэкси, очень близко находится к противнику из команды Northern Lights. И просто на картонах здесь Northern Lights пытаются принимать. Будет ли приемка? Нет, Мэкси все-таки прочекал. На быстрой энергии вышел, пикнул и отошел. Ну и уходит Спайра с тиммейтами. Уходят. Ватули, наверное, дал им колл. Все-таки там минус БСД для Беста Лочи. Филу также достается Аля. Ну и Ноке убежал. Джон Киарт неудобная позиция. Принимает все-таки решение парня Northern Lights, что будут перемещаться. Еще учитывая подпрок, все это происходит. И это центр зоны. Ликвид. Ликвид. Алло, Ликвид. Ликвид. Откуда инфа? Причем Нокон Лайт забирают машины, на которых приехали, я так понимаю. Ликвид. Да, они в этой позиции манки пушили. Да, да, да. Так. Ну и они сейчас должны на Клибо, по идее, ехать. Там последний игрок Адепс едет. Так и есть. Так же в сторону Джон Киарт. Ротация происходит такая. Поменялись местами. А можно было бы попробовать его и перехватить. Но нет, тиммейты будут прикрывать, поэтому аккуратно нужно здесь действовать. Хорошо. Northern Lights неплохая позиция. Не самый комфортный городок для жизни, но все-таки более-менее... Тут блызы. Приехали. Приехал Апокалип очень близко к фейсклану. Максимально сложно ему сейчас будет здесь находиться, но его не слышали. Соответственно, он может быть сюрпризом. По его тиммейтам на дистанции работают фейскланы. Как раз-таки там у нас Овстринг падает Акилия Кая. Будем верить в то, что есть возможность его засейвить. И в принципе, да, с дистанцией работает Кемба, но, к сожалению, не особо получится спасти Овстринга. Да, Овстринга забирает Акилия Кай. Показали нам только что этот момент. Прямое включение правым нижним углу... Простите, углу экрана. Ну и Апокалип ждет своего Звездного Часа. Заминированный камень. Да, ну фейсклан здесь уезжает отсюда. Фейсклан, видимо, хотят как-то компаунд повыше занять. Мы видим то, что фастфейс там забирает компаунд ниже. А вот выше есть тоже небольшой под Джонкиярдом. И в целом весь запад у нас, если пополам разделить, да, новый белый круг, то его занимает только фастфейс, по сути. Больше вообще никого нет. Это минус дженералис пустой. Компаунд над минус дженералис тоже пустой. Ну и мы видим то, что с севера все со стороны Эля Захара будут заезжать с северо-восточной части. Вот, например, Нави на наших экранах тоже из-за зоны будут в сторону Wildcats ехать. Но тут и винстрики, здесь и байстендерс, опять же. Очень-очень серьезная плотность тут, конечно. Слушай, Миш, тебя не смущает, что тупо можно провести линию сверху вниз по центру зоны? Вот я об этом и говорю, да, да, да. То, что фастфейс только там. Да, да. И это вообще как-то выглядит так страшно. Кемба у нас тем временем погибает для игроков команды. Энс, к сожалению, сплит для винстрика очень плохо заканчивается. Максизор за синькой. Вандер один единственный. Одинешенько, но срабатывает по брэкску. Хорошечно получается. Дальше бы забрать этот поинтик. Ну, а у нас Эдскрис, пока его тиммейта там убивают, он здесь работает против Тигзу. Нокнул Тигзу и будет его добирать. Никто не сможет ему в этом помешать. Ну, Эдскрис говорит, ну, так, ладно, мы его забрали, я тоже у вас заберу. Кого-нибудь. Тигзу, ой, очень бристый. Скуйки, начинает с минус рель, минус экскрит. Наказан. Оштрафован. Все, штраф получен, тиммейты далеко. Ничем не помогут. Но дальше синька, как говорится, будет штрафовать всех. Да, только вот Киликай как раз с Зокером останутся в зоне, и они-то и будут штрафовать Энс, которым нужно будет как-то проходить. Но Энс там на автомобилях решает преодолеть эту ситуацию. Еду в сторону Амакина, но есть уже ног по Сквики, бестовыш, за зоной падает, что ли? А, под обстрелом они эти гетов находятся. Начинают уже штрафовать, там, шиф-дабл-ю, команду Энс, бестовыш добирает код Марка, диггери в Ноке. От Зокера Киликай здесь заходит в угол, находит еще одного игрока Энс и минус Энс. Ты видел эту реакцию просто боксерскую? С разворота такая вертуха в щи. Минус последний игрок, да. Ноке путешествует. Ноке пытается найти для себя схрон какой-то, потому что ему нужно найти такую точку, где не будет в ближайшее время противника, чтобы его здесь не нашли, как говорится, и не уговорили. Рип Найн у нас в Ноке, оказывается, отъемки. Тут еще лежит Бимми, и спасти его не получится. Зона его будет поедать. Шикретет едет сюда, Шикретет, как же шоу! О, хорошо! Брят просто двоих. Репчер, на что будет делать? Подарили, подарили Wildcats 2 пункта. Подожди, подожди! И пункта! Хрош! Финанс хитов еще и осталось, это куча ящиков. Десбокс, простите. Три десбокса приехало. Один патрон только попал, вот последний игрок Wildcats, хотя достаточно долго они перестрелились. Нави здесь у нас рядом с Shift W, тут еще и Винстрики подходит, Максизор с Вандерером. Таб с Сеней будут как-то проходить в сторону Килика, и все это будут встречать в итоге Амакины. Минус Вандерер, по Максизору также есть информация у Зокера, Зокер уже выходит в его сторону, но не успел он его... Макс, разогревает ХЕ-шку, получится. Хорошая тайм... Нет, чуть-чуть не до таймил, но понятно, что нет информации точной у Максизора, там минус Флеймити временем. Экземпл его нокнул, зона, как говорится, докушала. Ну и зоной пытаются перемещаться у нас бейстендерс, отлично. Торнаден же имеет возможность пострелять по ним, поработать. Нато с Винстера подключились к уничтожению Зокера. Зокер лоу-хоповый, Зокер ждет до последнего. И вот там Килли Акай сработал против Сени, и тут же его забрал, как же ж? Выдал себе информацию этим прострелом Сеня, и тиммейт здесь Зокера из Шив-Дабл-ю быстро среагирует на эти выстрелы. Минус Максизор, минус Финстриг, 13-я позиция, Шив-Дабл-ю уже 8 киллов. Они живут просто, я не знаю, вкрызаются в поинты, в соперника, в плейсмент. Казалось бы, если бы лутали или Захар, были бы вообще сейчас в шоколаде, по сути. Но даже из Вали Долмара, который они лутали в начале, они приезжают и делают очень много киллов. Отлично, Ноки, да, здесь спрей, прямо супер. Ну и сейчас Рэпчур, кстати, последний, да, перестрелился с Ноки, вот только он, одну пулю попал. Торнадо, въезжает, ликит. Ай, Мэлман в ноги, Квизи залетел, и, как говорится, по полной. Тут уже Мэкси стоит в сплите, широко, красиво, в ухо. Джимсу прилетает от Батулина, хорошо, это есть легкая, небольшая возможность для игроков команды Торнадо Энерджа хотя бы передохнуть где-то для себя позиции, поискать Квизи. Достается Мэкси, экземпл поехал где-то в складках прижиться, но дадут ли или нет. Да, Аля к нему присоединяется, транспорт есть, можно его как укрытие здесь поставить. В принципе, чуточку да проживем. Ну и байстендерс все-таки выжили, отпустили их Торнадо Энерджи, возможность у них была переехать. А нет, и возможно... Как же Иван, отлично, здесь выбил Килиакая, но добрало вот-ап. Это было и месть, и, соответственно, и плюс еще и стилпоинтов. Ну и Васку забирает последнего игрока команды ШФВ. Не пошла, как говорится, дальше у них стрельба, игра и все остальное. Топ-12 всего лишь. Но 8 килов, 8 килов на секундочку, это не шутки. Да, ШФВ неплохо отыгрывают в итоге. Слушай, ну и теперь другая у нас ситуация, да, у нас теперь можно линию провести вот горизонтальную, и получится, что внизу один пейдж у нас из Амакина находится, и опять все на севере игроки. И там Топ пытается пройти как-то как раз под прострелом Амаки, но еще одна пулька нужна, и она прилетает. Минус Топ, 11-я позиция для Натус Винсера. Тем временем у Елл там падает экзампл, Тедер Лост из Этигет забирает этого игрока. Байстендер, снова мы видим, как Хьорд подъехал тут под позиции Нозен Лайтс, но это все за зоны, и очень тяжело уже найти хоть какие-то позиции в зоне с Ольником, чтобы попробовать выжить. Ой, Мэкси, Мэкси, поедает его синька, вжуха наделает Ибица, с тем временем плюс один на байке еще едут. Торнадо Энерджи пытаются не впустить игроков команды. Ликит Густов, отличный шлепок с АВМа, ну АВМ это вообще без разговоров, тут еще и прилетают хаешки, Эти добирает, пытается. Все-таки Торнадо Энерджи хаешечками закидать. Что у нас? Получится, не получится? А-ля полстолба здоровья, Джимс, спиной, Хьорду, хорошо, Хьорд все четко проконтролировал, пока Джимс выбирал направление, и как въехать, Хьорд сработал. Ну и достается Мэкси, оказывается он нокий от фастфейза, четко здесь фейсклан, тир для себя, конечно, нашли. Причем 17 патронов еще есть в АВМе, и этого больше чем достаточно для такой стадии игры, учитывая, что Элай всего 28 человек. Ну и Клип пытается впушить здесь Торнадо Энерджи, прилетает там граната от Raise Your Edge, Аля слышит. Еще одна граната от Raise Your Edge, Густав в нокий пока от PerfectX из Northern Lights, ну и против Экзампла Клип будет в первую очередь воевать, а Экзампл здесь готов. Сразу же против Raise Your Edge приходится воевать, Аля пытается отомстить за Экзампла после нока, Адовзи полетит граната в сторону Raise Your Edge. Там есть нок от Forever по Адовзи, прилетает граната, Адовзи может добрать, нужно еще одну закинуть, один хелспоинт остается. Граната взорвется, никого не забирает. Нет, нет, там минус Иван тем временем, минус Густав, хорошо работает, при том, что Батуллин умудряется забирать эти поинты, Апокалибр забирает, правда, Ивана. Минус Адовзи остается Шиф у нас с Удиром, вдвоем будут дальше продолжать свое путешествие, но у нас Northern Lights, посмотри, как хорошо двигаются парни, все вчетвером, все готовы, как говорится, внести свою лепту в победу. Дальше будем посмотреть, чем все это закончится, на краю зоны они перемещаются, на северо-западе находятся парни, не в зоне, нужно заходить, и можно убивать Фейскласса. Позиция сложная, Хьёрт заходит к ним в спину, нам показывают тем временем, как эти геты страдают от Удура, отлично, он в ног отправляет тендер лосс, там Коуд Марко остается последний представитель своего коллектива. Хьёрт, очень неприятный сосед, Хьёрт бежит, бежит с Файра без ничего, и где тиммейт, Дип только-только реагирует, но Дип должен забирать, здесь просто бежать, и что, и Дип падает, что? О, убивают, но это минус, ооо, это минус два тиммейта, нет, типа поднимут. Дипа разрезает, вроде бы, на ровном месте, да, Батуллин тут не успел быстро среагировать, чтобы помочь, и по Батуллину уже прилетает от Фейсклан, и какую же большую зону на карте занимает для себя Амакина. И какую же большую зону на себя занимает пусто, никого. И дропчик там есть для Васку. Ну и что, пытаются эти геты воевать против своих земляков, Блэйзы, окопавшись, все, еще могут разыгрывать, там пока по Апокалипу, отлично, Пейдж пострелял, еще и по Лаксе прилетает, очень неприятные Ноки, в одну секунду заканчиваются два игрока, при том, что забирают оба Пейджи, Емпти, оба, да, турецких игрока достались, так как раз-таки, не эти гетом, а в смоке. Смотри, в смоку сидит, ай. Нет, Тендерлот все видит. Тендерлот все видит, Тендерлот все контролирует. Заканчивается Блэйз. Да, топ-7, кстати, для Блэйзов. Очень даже неплохая ситуация, а топ-8 было для Байстендерс. Ноден Лайтс, потеряв нескольких одного игрока, так уж случилось, пытаются проезжать. У нас здесь эти геты страдают от Амакинов, Коудмарка уже на минусе. У нас там Ноки, оказывается, Ноки, также Дипа Нокает Шифт тут же добирает его. Ну и Ноден Лайтс как-то пытаются для себя найти позицию. Батуллин, Лоха, полный смачок под себя откинул. Перфектикс, позиция крайне сложная. Там есть позиция у Тимбона и у Емпти, по-моему, на Ноден Лайтс. Еще нет, еще нет. Пока боют Емпти против фитингетов, и остается у нас топ-4 в итоге. По два игрока у трех коллективов и четыре игрока у Амакин. Вот она, да, позиция у Тимбона. Он, подожди, такой, такой, да, куда, что, и дальние, и дальние интереснее. С ближними разберемся. Время их придет еще, а вот дальние нужно убирать. А то они еще наши поинты заберут, но ФС-клан действительно пытаются войти в зону. Разогревается ХАЕшка, хорошая ХАЕшка по смокам. Летит с двух сторон, очень больно и неприятно по половине. Оторвало у парней. И еще бы одну не кидать. Да не кидай. И в машину. В машину, не в пацану. Чуть левее, чуть левее. Нет, горят, горят, ползем. Ползем, горим. Нет, нормально. Батуллин, живи. Жив. Но Пейдж крадет всех. Пейдж крадет и Батулина, и Перфектица. Плюс два поинта для Амакин и отличные позиции от этого коллектива. Центр занимает у нас Пейдж и Васку. И Тибон, съемте, на высоте чуть находится. Будут Рейзью Рэйдж встречать и по Фейсклан также смогут поработать. 10 киллов уже есть, да? У Амакин неплохо. Не, ну Амакин и доминейтинг тут уже без вариантов. Учитывая, что вообще происходит на поле боя. Какие позиции они занимают, как перемещались. У Фейсклан, конечно же, есть шанс. И немаленький, скажем так. Фейсклан в центре сейчас белого безопасного круга. Два игрока команды Рейзью Рэйдж на себя стянули Тибона и Емпти. И, соответственно, Васку и Пейдж пока что для Фейсклан представляют опасность. Но вот Рейзью Рэйдж. Посмотрим, как они будут действовать. Здесь сейчас, конечно, выйдут Рейзью Рэйдж. Если им дадут выйти, но там по Удиру прилетает очень много урона. При том, что смоки лежат. Хорошо. Офас Фейс пощупал немножечко за всякая Пейджа. Там еще и можно разогревать Паваску. Нет, будет Пейджу пытаться закинуть. Там прилетает его в сторону так же. Отбегает у нас. По Удиру работает Эйди. В два направления. Молодцы. Фейсклан работает в два направления. Для себя понимаем, что нужно отбиваться от всех. Дальше посмотрим, чем это все закончится. Кто же все-таки кого переборет. Превозмогать. Удир падает от Эйди. Эйди тут же забирает Удиру. И Васку добирает Шива. Какой же отличный шот с корячка, дорогие друзья. Слушай, да, вторую игру Васку с коряком играет. И, видимо, килы от него результативно. Здесь снайпер коллектива Амакин отыгрывает. Есть еще информация и по Эйди. Я так понимаю, Фастфейс уже достаточно близко к двум игрокам Амакин. Но может в бутере между ними оказаться. Пейджа заметил и пытается как-то угол взять только лишь на него, чтобы не помогали ему тиммейты. Да, все так, все так. Так и происходит. Как раз-таки начинает перемещаться у нас Фастфейс поближе к Пейджу. Если сейчас появится как раз-таки пространственная возможность работать по Пейджу, Эйди также контролирует данного игрока. Вот забрать бы сейчас. Забрать. Если заберет, то будет хорошо. И дает информацию, что лег. Флешки залетают. А что дальше как? Еще одну флешку нужно закинуть. Попробовать разыграть. Тиммейт. Мне там сверху пытаются контролировать. Все-таки Фастфейс прилетает. Очень неприятно. Здесь находиться многие, оказывается, Фастфейс. Эйди последний. Но мы знаем, Эйди. Давай, тащи, ты можешь. Просто забегает ему в прицел молодой человек и остановит. 13 киллов для Амакин. 23 поинта во втором розыгрыше на втором Мирамаре для себя забирает этот коллектив. И очень уверенная и отличная победа от них. Сначала Фейсклан у нас держали большую часть зоны, да, белой, сейвовой, где вообще никого не было, но не смогли в итоге как-то ротироваться нормально и вчетвером дожить. А вот Амакин потом также контролировали практически половину белого круга и в итоге эту победу для себя вырывают. Слушай, неплохо Рейзер Эдж в итоге сыграли, да, у нас тоже есть там некоторое количество киллов, пытались они впушивать коллективы. То есть достаточно открытый у нас такой PUBG, знаешь, не стесняются коллективы прям лететь и впушивать друг друга. То, что мы не так часто видели даже в квалификациях. У нас там только Ликвиды как-то въезжали прям уверенно на пуш. Нет такого, знаешь, что видят, что там коллектив в Кэмпаунде и доджат как-то. ТСМы залетают, Байстендер залетают, Амакины залетают, все вот... Знаешь, на что похоже? Первое. Похоже на то, что парни тоже смотрят. Ну, конечно, смотрят. Мы видим обсуждение ребят в определенных дискордах. Смотрят, как играют азиаты и как восхищаются все зрители этим, что творят азиаты. И, наверное, парни хотят не отставать по перформансу, именно по яркости, по эмоциям. Второе. Зоны, ты уже отмечал на первой карте, зоны уже нестандартные. Финальные зоны, вот эта финальная зона нам уже виделась не один раз. Но так как она пришла к этой зоне, вот сколько было этих интересных зон, как она обошла, это было уже нестандартно. За счет этого команды, мы видели, где находились, мы видели, как они перемещались. И, соответственно, даже те же Блэйзы, когда ты сказал, почему они отдали этот кемп, в итоге этот кемп оказался непрофитный, по сути, вообще, от слова совсем. И, потеряв двоих игроков, да, все-таки переиграли эти геты Блэйзов, да? Да, но не без помощи соперника уже. И далеко, в стороне, там, километр, по сути, от этих позиций уже. Показывают нам, как N заезжали, да, это хайлайты те самые. Ну и Shift W, очень классно поиграли Shift W. Они слишком рано, да, истратили всю свою ману, но при этом 8 или 9 килов, 8 килов они по итогу вывезли. Ну и Ноки. Ноки, конечно, вторую карту, вторую карту Ноки же вызывает, последний, дерется до конца и умирает как герой. Да, вот из тех, у кого не получается, сейчас вот игроки, на которых делают хайлайты, да, адептов у Торнадо прям не выходит, к сожалению, нормально поиграть пока что. Ну, надеюсь, что включатся еще парни. А у нас ждут два Эрангеля впереди, на которых мы посмотрим, может быть, что-то поменяется относительно групповой стадии. Увидим, возможно, какие-то новые места для лута или какое-то распределение игроков. Потому что, а, нет, подожди, у нас же карта еще старая, да, будет патч-то предыдущий. Да, у нас патч предыдущий, у нас нет новых доков. Для Na'Vi и для Торнадо не добавились доки. Я думаю, что, сужели это. Для Na'Vi и для Торнадо? Я думаю, для NLT. Они же любят кучу спотов по краям карты забрать, а тут еще увеличивается, да, знаешь. Ну, у Торнадо точно доки добавились, да, то, что они постоянно лутают. И Na'Vi вот на Fairy Peer тоже доки, получается, есть. Единственное, что там есть пока небольшой баг с лодкой, да, то, что она спавнится на земле. Но, тем не менее, в будущем это хорошее спорье для одного и второго СНГ коллектива. Добавили им там лут спотов. Ой, вот это, конечно, момент интересный, да, как Молик этот все-таки разгорелся. И здесь отлично Амакины сработали. Бам! Слушай, ну вообще отлично и Resurage пожили хорошо, конечно. Так же надо отметить, неплохо, ребяточки. Шестнадцатая по девятую позицию у нас ТСМ и триумфаторы, фактически, как триумфаторы, 10 килов на стрелявшие в прошлой катке, дравшиеся как львы, как-то продолжили играть в прошлую катку, оказалось, что это новое. С нулем они заканчивают вместе с Wildcats. Эту карту Винстрик на четырнадцатой строчке с единичкой. По два поинта у нас забирают Энс и Натус Винсера тринадцатую и двенадцатую строчку. Тим Ликвид с Байстендерс по три поинта, одиннадцатый и десятый. Соответственно, девятый и Блэйзы с четырьмя. Слушай, ну и Торнадо у нас все-таки в первой восьмерке. Пять килов умудрились сделать парни из Торнадо Энерджи. Адептов они там нормально впушили, где-то еще подворовали. Уже сейчас и не вспомню. Но Зенвайз шесть поинтов, три коллектива по восемь. Это и Тигет, Шифт, Дабл и Рейз Ю Рэдж забирают. Два коллектива по девять. Адепты и Фейс Клан. И двадцать три поинта для Амаки, на чем мы уже и говорили. Тринадцать килов. Отличная игра от этого коллектива. Есть сравнение первого и второго места, занимаемого во второй карте сегодняшнего дня. Три килла против тринадцати у Фейс Клан против Амаки. Ну и, конечно, здесь разница колоссальная. Первое и второе место, понятно. Но и по урону, и по общему количеству поинтов, заработанному за этот розыгрыш. Ну а у нас есть килл у лидера. Шифт, Дабл и Килля Кай на первом месте с пятью киллами. Четыре у Васко, четыре у Ноки из Адептов. Емпти забирает также себе четыре из Амакин и тремя отметился Экзампл из Торнадо Энерджи. Опять есть у нас СНГ игроки в топах по демеджу и киллам. Да, ну а по урону у нас, как мы видим, Емпти на первом месте восемьсот плюс урона. Пятьсот тридцать один у Али. Это, ты посмотри, второе место на триста пятьдесят поинтов отличается по урону. Дальше пятьсот плюс Акили Кай, четыреста семьдесят два уэйт. Зейти Бон четыреста шестьдесят четыре. Ну и что, отправляемся на интервью, конечно же.